Этим летом всю Россию захлестнула футбольная лихорадка. Чемпионат мира ждали миллионы людей, к нему готовились. В десятках российских городов строились стадионы, дороги, гостиницы. Обновлялись тренировочные базы и инфраструктура. Чебоксары были в их числе. Здравствуйте! В эфире передача «Комфортный город». И сегодня мы узнаем, как повлиял Мундиаль на развитие футбола в столице Чувашии. Мы выращивали это поле на песке. Это главное требование FIFA. Вы первые, кто попадает в цвета-светы футбольного клуба «Спартак». Право, приставной, лево. И так, спокойно, до желтой добегайте. Пошли. Восемь лет назад, в декабре 2010-го, стало известно, что чемпионат мира пройдет в России. Спустя шесть лет в Чебоксарах начали реконструкцию двух стадионов – «Спартак» и «Олимпийский». Планировалось, что они станут тренировочными базами сборных стран-участниц. Неймар, Месси и Роналду к нам так и не приехали. Зато стадионы полностью отремонтировали. Теперь поля соответствуют всем стандартам FIFA. Требования включают в себя несколько сотен пунктов по разным направлениям. Расскажем об основных. Размеры и качество поля, скамейки запасных, доступ в зону. Раздевалки, душевые, медпункт, допинг-контроль, зона разминки. Общие стандарты – зоны, билетирование, продажу сувениров. Безопасность конструкции, предотвращение пожаров, Центр управления, система видеонаблюдения. Указатели и инструкции на билетах, входы и выходы, парковка. «Олимпийский» – самый большой стадион в республике. Его построили в конце 70-х годов прошлого века. Здесь постоянно проводятся соревнования по различным видам спорта. После ремонта стадион может с комфортом принимать и футбольные матчи. В сердце любой футбольной арены – поле. Его засеяли натуральным газоном еще в прошлом году. Специально для этого в Чебоксары пригласили специалистов из Тверской области. Они оценили климатические особенности нашего региона и подобрали оптимальный сорт травы и дренаж. Мы выращивали это поле на песке. Это главное требование FIFA. Также основные растения, которые здесь находятся – это райграсс и метлик луговой. Делали подкормки. Все делали для того, чтобы наши растения у нас хорошо и прекрасно себя чувствовали. Изменения коснулись и легкоатлетических секторов. Заменили покрытие беговых дорожек. Его постелили на специальную подложку. Всем стандартам соответствуют административно-бытовые здания. Новые просторные раздевалки, вместительные душевые. Здесь будет удобно и спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. С безопасностью на стадионе полный порядок. На береге у нас 67, у камеры 51. Камера наружного видеонаблюдения и 16 внутренних. Камеры вытянные в объемном полном безопасности на безопасный город. А эта зеленая трава растет уже на другом стадионе – «Спартак». Ее тоже подбирали с учетом нашего климата. Регулярный полив и стрижка, удобрения. Все для активного роста. У нас закуплены и трактор японского производства, и ручные косилки, и укладчик для утрамбовки травы, и для внесения удобрений, и даже для мелкой уборки грязи струйного газона. «Спартак» обновился капитально. На его реконструкцию потратили 130 миллионов рублей. Инфраструктура позволяет принять команду любого уровня. 100-метровые раздевалки, которые сделаны, пресс-центры, которые сделаны. Вся инфраструктура, обеспечивающая футбольное поле – это освещение, полив, спортивное оборудование, которое используется для обслуживания травяного покрова, ворота. Обновленный стадион «Спартак» стал базой для нового столичного футбольного клуба «Спартак» Чебоксары. Кто в нем играет и какие же у него планы на грядущий футбольный сезон? Обо всем этом нам расскажет главный тренер клуба Евгений Портов. Евгений, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какие условия на «Спартаке» созданы для вашего футбольного клуба? Перестелили поле с натуральным покрытием. Также в нашем расположении есть восстановительные мероприятия – это бассейн, тренажерный зал. Все это в нашей шаговой доступности. Поэтому условия для полноценного тренажерного процесса созданы, можно сказать, даже идеальны. У футболистов свои требования к газону. Сейчас длина травы 3 сантиметра. Она подходит только для тренировок. К игре газон должен быть короче – полтора-два сантиметра. Чем выше газон, то есть там 3-3,5 сантиметра, тем медленнее ходит мяч. То есть в нашем случае мы играем, скажем так, комбинационный футбол. И для нас нужно, чтобы мяч ходил быстрее. Поэтому и высота газона будет, ну, полтора-два сантиметра, да, для нас будет идеально. Натуральный газон – несомненный плюс, говорит тренер. Нагрузка на суставы и связки слабее, чем на искусственном. А сцепление с травой лучше. Еще одно отличие – отсутствие непредвиденных отскоков мяча. Домашняя раздевалка футбольного клуба. Пока она, скажем так, в ожидании нас, но скоро мы уже должны сюда заехать и потихонечку ее, скажем так, обживаем. Поэтому вы первые, кто попадает в святые-светые футбольного клуба «Спартак». Здесь у ребят будут душевые. Воды хватит для всех. Вот душевые у нас достаточно большие. Проблем очередения будет точно. Просторная и в раздевалке клуба. Она оформлена в фирменных цветах «Спартака» – белокрасном. Шкафчики, опять-таки, будут каждого футболиста, они фактически именные. То есть они могут здесь спокойно оставлять свои вещи. Не приходить с большими сумками на тренировки, а буквально взять какие-то вещи домой, которые необходимы. Ну, там, постирать, возможно. А игровые обувь, щитки – все могут оставлять здесь. Здесь раздевалка будет полностью именно за нами закреплена. Никого здесь, кроме нас, естественно, не будет. То есть здесь, опять-таки, вот инвентарная. В ней находится наш инвентарь. Мечи, барьеры, все, все, манекены, фишки. Это все находится у нас здесь. То есть нам тоже не нужно это с собой возить. Особая гордость тренерского штаба – собственный ледогенератор. Похвастаться таким аппаратом могут далеко не все клубы. Даже те, кто играет в дивизионе повыше. Лед – самое лучшее восстановление после ушиба, снятия воспаления. Это, конечно, лед. Поэтому и холодовые ванны для этого и нужны, чтобы вот эти все микропореждения, которые после каждой треновки в любом случае есть, вот они, чтобы быстрее все заживались, и потом каких-то рецидивов не было и травм. Рядом с раздевалкой игроков находится тренерская. Именно здесь будут рождаться игровые комбинации, тактические приемы и схемы. В голове главного тренера Евгения Портнова их множество. Два года я работал в национальной женской сборной помощником. А до национальной сборной я работал в футбольном клубе «Россиянка». Тоже женский футбольный клуб, но тоже был помощником. И вот уже на протяжении, наверное, прошлого года, да, у меня стали появляться мысли попробовать, скажем так, себя в роли главного тренера. А в руководстве города возникли мысли о создании футбольной команды. В общем, звезды совпали. Я не принял какой-то уже состоявшийся футбольный клуб. Хотя и честно скажу, что предложения были. И возглавить клуб второй лиги, и войти в штаб клуба второй лиги. Предложения были. То есть я над ними, скажем так, размышлял. Но вот именно проект создания и развития футбольного клуба здесь, в городе Чебоксаро, мне показался гораздо интереснее. Да, он, возможно, сложнее, но гораздо интереснее. В апреле 2018-го здесь начинается история нового футбольного клуба. Его создали на основе другой чебоксарской команды – «Динамо». Почти половина игроков – бывшие белые-голубые. Остальные прошли жесткий тренерский отбор. Уже сейчас у нас первый круг закончился, и у меня четыре изменения в составе будут. То есть я четырех новых ребят еще приглашаю. Я езжу по, можно даже сказать, и городам, только не только в Чебоксарах, а ищу ребят на соревнованиях, просматриваю, сразговариваю, общаюсь. То есть идет процесс именно такой селекции клуба. Он идет. То есть приходится выискивать. Плюс есть такой момент, что тренеры детских спортивных школ, юноши, приходят и говорят, что есть хороший мальчик, посмотрите. В команде «Красно-белых» 27 игроков. Молодая команда уже проходит серьезные испытания. Борется за победу в высшем дивизионе чемпионата Чувашии. «Спартак» занял место «Динамо» и сразу выбился в лидеры соревнований. Секрет успеха прост. Тренер в любом случае должен разговаривать с своими футболистами. Просто нужно, скажем так, понять, за счет чего достучаться до футболиста. И в первую очередь нужно, чтобы футболист тебе поверил. Как команда развивается сейчас «Спартак», точно так же и я, как тренер, развиваюсь вместе с командой, вместе с ребятами. То есть очень много новых вещей для себя я здесь приобрел. Другая составляющая успеха – тренировки. На стадионе «Труд» команда собирается практически каждый день. Большинство – непрофессиональные игроки. Как, например, Алексей Кириллов. Днем он специалист управления физкультурой и спорта, а вечером – полузащитник «Спартака». Футболом занимаюсь с детства уже не первый год, не второй, даже не десятый. А тут все звезды так совпали, что команда городская, играем в футбол уже давно, у тренера была потребность во мне, и вот так получилось, и я в команде. Это такой сплав из опытных игроков, которые уже не первый год в футболе. Есть молодые ребята, есть ребята, которые даже пока еще не играли. Как бы стараемся, поддерживаем. Ну, в команде отношения рабочие, хорошие, дружеские. Потом там, через барьеры разомнемся, делаем небольшое. А давайте поприветствуем Илья Рас. Выходи, Илья, пополни ряды команды наш. Не-не, тебе рано, Илюх, пополнять ряды. Илья Попов, который уже, в принципе, все решено. Можно поздравить с входом в команду. И давайте уже по традиции поздравительный коридор построили. Поприветствуем, ребят. Хорош, парни! Стандартная тренировка длится полтора часа. Сперва интенсивная разминка. Правая, приставной, левая. И так же спокойно до желтой добегайте. Пошли. Через приставной меняйте. Правая приведение, приставной в сторону. Отработка тактических приемов, расстановок, игры в атаке и обороне. Каждый раз тренировки разные и населены на определенный результат. Наша сильная сторона – это именно комбинационный футбол. И, ну, скажем так, контроль мяча. То есть мы ставим в атаках именно на это. То есть есть такое выражение, да, там, нет мяча, нет футбола. Мы являемся на данный момент лидерами чемпионата вместе с химиком. И, скажем так, мы и химик, да, мы пропагандируем такой более атакующий футбол, скажем так, ну, равные соперники. Все остальные соперники как раз и обороняются против нас большим количеством игроков. Перештрафной выстраивается, нам приходится их методично, скажем так, скрывать. У руководства и тренерского штаба большие планы на будущее. Хорошие результаты клуб намерен показать в третьем дивизионе России. Для этого осенью планируют окончательно сформировать команду и уже зимой начать подготовку. Футболом живет весь город. За доказательствами далеко ходить не надо. На этой спортивной площадке проходит свой детский мундиаль. Болельщики, тренеры, судьи и игроки. Все как положено в большом футболе. Команде напротив, фискульт, привет! Команде напротив, фискульт, привет! На поле команды 73-го и 78-го детских садов «Полянка» и «Колосок». С первых минут встречи на поле завязалась недетская борьба. Открыла счет команда «Полянка», но «Колосок» отыгрался через пару минут. Игрок «Полосатых» успешно реализовал пенальти. Два тайма под 10 минут. Небольшое игровое время и множество опасных моментов. Команда «Колосок» дважды наказала противника за опасную игру в площади ворот. В этой игре сильнее оказались воспитанники 78-го детского сада. Мы сегодня играли в футбол. Очень сильно тренировались. На последних минутах мяча я вышел и хотел помочь своей команде. Я очень люблю футбол и хочу стать как миссия. Чтобы играть как футболисты с мировым именем, нужно постоянно тренироваться. В 78-м детском саду с детьми занимается профессиональный футбольный тренер. Где-то в среднем 30-40 минут этого достаточно. Вначале проводим разминку, учимся бить правильно мяч. Потом тактически тоже мы немножко расставляем игроков. И потом, естественно, играем в футбол. Сегодня даже показали, что могли выиграть более взрослую команду, которая была наголо выше них. За счет того, что они были более раскрепощены, не боялись соперника, шли до конца и за счет этого, за счет воли, как раз и победили. На футбольном поле команда разных детских садов встречается регулярно. Мы очень рады, что в садиках проводят такие вот соревнования, матчи. Как бы товарищи детям интересно. Может, это будущие чемпионы России, может, даже мира. Чемпионат мира футбола, который прошел, он как-то повлиял на развитие вообще футбола в нашем городе. Вся семья смотрела футбол. Никогда такого не было. И дети, и супруга. Все вместе мы смотрели футбол, переживали за наших. И у нас сынок младший тоже переживал. И сказал, я тоже хочу играть в футбол и быть известным. Вы мечтаете о том, чтобы ваш ребенок научился профессионально пинать мяч? Для вас открыты спортивные школы. В Чебоксарах таких три. Они базируются на стадионах «Спартак», «Энергия» и «Труд». В стране появилась любовь к футболу. Я имею в виду, она была, может быть, она затухала чуть-чуть, но сейчас она проявляется в полной мере. И начинается футбольный бум. Все думают, куда повезти ребенка. Очень много звонков, очень много. Это впереди учебный год, набор. И мы готовимся к этому. Я думаю, что на фоне всех тех событий, которые поскорили и вокруг чемпионата мира, мы, конечно, получим не просто увеличение, а увеличение в геометрической прогрессии. На уроках Александр Захаров учит математики, а на поле – игре в футбол. Как точно отдать пас, принять и обработать мяч, убежать от противника. Учеников Чебоксарской 10-й школы он тренирует четвертый год. Дети как бы сами захотели. Ну и сам люблю поиграть, побегать. Ну, я с малых лет играю, сам тоже с первого класса так бегаю, играю. Во всех чемпионатах участвую. Ну и хочу, чтобы и дети немного заинтересовались в этом. Они стараются, им интересно главное. Просто так сидеть дома и смотреть телевизор было скучно. И решили выйти с ребятами, поиграть в футбол. И вот так вот пошло, поехало. Все, начали играть. Тренируюсь у Александра Зиноновича, ходим в старшую группу, занимаемся. В школе учатся играть в футбол две группы – старшая и младшая. Тренировки проходят несколько раз в неделю. В прошлом году заниматься футболом стало комфортнее. На территории школы установили новую спортивную площадку. Покрытие из искусственной травы с резиновой крошкой, ворота, сетка и ограждение по периметру. Поле быстро завоевало популярность. По полной программе поле используется на уроках физкультуры, использовалось в течение учебного года. А когда снег сошел, уже после уроков, с утра до вечера, это поле у нас занято. Это вот футбольное поле, оно не только для наших детей и учителей, но оно еще и для жителей центрального района нашего города. Активно строить мини-футбольные поля и спортивные площадки в Чебоксарах начали год назад. Тогда их появилось пять. В этом году оборудованных мест станет больше. Одной из первых стала универсальная площадка в микрорайоне Соленоя. Данила Павлов может набить мяч около 20 раз. У его друга Вани Блинова получается чуть хуже. Но теперь у ребят больше возможностей для тренировки. Новое футбольное поле для этого как раз подходит. Нет. Площадка недалеко находится. Через окна видно. Мама наблюдает за мной, следит, смотрит даже, как я играю. С друзьями интересно тут играть. Ворота только сегодня поставили. Мягко падать. Резина нормальная. И играть хорошо. Не на асфальте, как там. Трава, как настоящие окружки резины, напоминают землю. Почти натуральное футбольное поле. Поле хорошее. Играю каждый день. Я люблю играть в футбол, потому что это здоровый образ жизни. Размеры площадки 20 на 40 метров. Она универсальна. Летом здесь можно играть в футбол, зимой в хоккей. Но ее строительство из городского бюджета выделили 4 миллиона рублей. В ближайшее время играть в футбол на искусственном поле смогут и жители северо-западного района. Площадка около 27 школы почти готова. Осталось установить ворота и ограждения. Такое же футбольное поле появится и в Новоюжном районе. Ее оборудуют около 56 школы. Желающих заниматься футболом на сегодня в городе Чебоксара больше, чем достаточно. И вот если в этом году мы построили три футбольных поля, то общее их количество на сегодня, я имею в виду площадки, которые имеют искусственное покрытие, это трава. Это их количество стало больше 20. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Я думаю, что в следующем году мы где-то, наверное, три, а может, и больше площадок сможем построить. Наша цель создать вот именно футбольные поля в каждом микрорайоне в шаговой доступности. Захотел поиграть в футбол? Пошел, поиграл. Не надо ехать на другой конец города. За каждой площадкой закреплен инструктор. Он отвечает за организационные моменты и проводит мероприятия. В будущем эту систему планируют улучшить. Нужны специальные приспособления. Скорее всего, может быть, несколько человек, для которых будет создан дополнительный штат. И, скажем так, задачей этих людей будет контроль за состоянием полей на всей территории города Чебоксара, а не только где-то на определенной территории. Футбольный бум набирает обороты. Все больше чебоксарцев увлекаются игрой миллионов. Попробуйте и вы. Это не так сложно, как кажется. Тем более, что для этого в Чебоксарах созданы хорошие условия. Это была передача «Комфортный город». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!